Мебельная галерея Совсем маленькие котята и щенки, уже пожилые животные, рыжие, черные, белые. Кого только не встретишь в Центре помощи бездомным животным – доброе сердце. Все они разные по характеру, раскрасу и поведению, но едины в одном – все они оказались без крыши над головой. Животные оказываются на улицах по самым разным причинам. Наиболее часто из-за отсутствия желания следить и воспитывать питомца. Взяли котенка, выпустили в комнате и все пошло. Значит, у нас что? Первым начинается лужа не на месте, потому что они показали, где горшок находится, лоточек. Значит, надо тоже определенное место выделять для лотка. Посадить животное где-то такое небольшое пространство. Я когда всегда приходят к нам за животным, или вот ко мне домой, или вот сюда в приют, посадите животное где-нибудь изолировано. В ванную комнату там, если совмещенный санузел, какую-нибудь вкладовочку на кухню. То есть сразу по всему дому не пускайте, чтобы животное этот горшочек нашло. Но у многих не хватает терпения. Начинают что делать? Его отпинывать, потом на улицу выпускать. И наступает такой момент, когда животное домой не возвращается. То собаки угонят, то машиной сшибут, то другие там дети, если котеночек красивенькие, подходит, унесут домой. Потом опять он оказывается на улице. Потому что такие животные невоспитанные в семье очень плохо приживаются. Нередко на улице оказываются так называемые живые подарки. Котята и щенки, подаренные ребенку на день рождения или Новый год. Первоначальный восторг и интерес со временем угасает. Внимания к животному не оказывается, и в итоге оно оказывается за дверями. Также питомцев выгоняют из дома из-за болезней. Взяли животное, но вдруг выявилось, что у кого-то из членов семьи аллергия на животное. Часто это бывает надуманная проблема. Неохота дальше заниматься этим животным. Вот, значит, звонят у нас ребенка или у кого-то из родственников аллергия. Срочно возьмите его к себе. Мы объясняем, что у нас места нет. Ну, давайте на очередь поставим. Не ждут. Выкидывают на улицу. Причина появления бездомных животных номер три – банальный и жилищный вопрос. Как правило, животных вспоминают в последнюю очередь, когда дело касается переездов и съемного жилья. Когда к нам приходят животные, мы всегда спрашиваем, квартира ваша, не съемная ли, чтобы не было таких дальше нюансов. Еще одна из основных причин животных оказалось на улице – переезд. Ребенка они внесут в детский дом сдавать, потому что сменяют место жительства. Поехали в другой город, на другую квартиру. Вы жили там, например, в доме. Животное ходило в туалет на улицу. Вдруг, значит, решили купить квартиру. И переезжать вообще в другой город на проживание. Зачем брать с собой животное на переноску, значит, надо везти, как-то там все проще оставить его здесь. Вот это основные такие причины появления животных. А ведь потом, если животное не стилизованное, не кастрированное, оно начинает в определенный момент загуливать. Это значит, не запланированы котята, которые там под кустами, в сарае, под гаражами появляются. Они имеют свойство дальше расти, размножаться. Тысячи и тысячи животных по этим причинам голодают, мерзнут, страдают от насилия прохожих и попадают под колеса. Или оказываются в центре помощи бездомным животным. Две трети из этих кошек и собак ранее имели хозяев. Вывод можно сделать простой. Владение животным – это ответственное занятие. И беря котенка или щенка, вы отвечаете за его судьбу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова